Приветствую, друзья, и спасибо Любовь Абакумовой, которая мне задала хороший вопрос. Она сказала там у меня в Телеграме, я, говорит, прочитал ваши афоризмы, и мне понравилось о том, что жизнь и есть само творчество, если сократить из жизни все длинноты и повторения, это будет наилучшее произведение. А какие у вас были, что надо было сократить, как бы, да? У меня, говорит, были паничные состояния раньше. А я потом написал, что у меня тоже были паничные состояния. Но дело в том, что моя жизнь вся тоже носит волнообразный характер. И были паничные состояния, конечно, и сейчас бывает иногда. Но я стал спокойнее в тот момент, когда я понял и утвердился в мысли, что я прав, и что я правильно мыслю. И дело в том, что стратегически, и сейчас, когда бывают паничные состояния, у меня есть чувство, что я сниму. И поэтому жизнь стала легче. То есть, когда сохраняется вот это ощущение, что ты это можешь, тупика нет. Тупика нет. Какая бы паника ни была. Ну, бывают неприятные состояния. Почему нет? У меня бывают. С сосудами не в порядке, поэтому бывает. Но я снимаю. Снимаю как? Я и показывал всем, как это делается. Да, уши разминаются. Потом, значит, точки эти разминаются. Потом, значит, вот эти вот. Да, и самое главное. Разгрузку, когда делаешь, переживаешь, о чём переживается. А потом, когда у тебя утихает вот это напряжение лишнее, ты уже можешь помечтать. И уже мир становится другим. И ты становишься свободнее. Я почему это всё рассказываю? Потому что, может быть, кому-то поможет. Потому что мы все ролики делаем для того, чтобы кому-то польза была. Да. Поэтому помните, пожалуйста, друзья. Инструменты. Это инструменты. Они помогают снимать паники в каких-то периодах жизни. Но самое главное, что вы можете потом чувствовать, что если вам плохо, то вы с этим справитесь. То есть тупика нет. Поэтому жизнь становится спокойнее. В этом смысле. До встречи, друзья.